На сессии присутствовали глава города, представители администрации. По вопросу об утверждении устава города выступил исполняющий обязанности начальника юридического отдела администрации Андрей Переходько. В соответствии со статьей 44 федерального закона от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации статьей 26 устава Лобинского городского поселения предлагаем принять проект устава Лобинского городского поселения Лобинского района. Проект уже вам был роздан устава. Проект был подготовлен департаментом внутренней политики и разослан по всем поселениям Краснодарского края. Мы должны над ним очень хорошо поработать, ознакомиться хорошо и именно к вам у меня есть просьба дать свои предложения, чтобы публичное слушание, я вот обращался уже и ранее к депутатам в основном, обращался к одному составу, который был на публичном слушании, подойти все-таки по-серьезному, потому что это наш как бы основной вот законодательный документ, по которому мы будем жить. Там есть нововведения, там есть что-то старое. Глубоко, хорошо ознакомиться и подать предложение. Проведение публичных слушаний по проекту устава было решено назначить на 10 апреля текущего года. Они состоятся в форме расширенного заседания с участием депутата Совета города, руководителей территориального общественного самоуправления, представителей администрации и общественности. Сегодня мы приняли решение вынести на публичное слушание устав Лобинского городского поселения. Устав – это очень важный документ, по которому живет Лобинское городское поселение. Почему вынесли? Потому что были приняты на федеральном уровне и на краевом уровне изменения в 131 закон о местном самоуправлении. Поэтому нам необходимо привести наш устав к федеральному и краевому уровню. Татьяна Чистова, Владимир Дворников, телекомпания Лоба.